Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Каких изменений требует стратегия комплексного развития Самары, принятая в 2013 году, обсудили в Градской Думе. Что обновят в новом документе и как помогут национальные проекты стратегии развития Самары до 2025 года. Лимитированная коллекция по итогам конкурса детских рисунков. В столице региона появятся транспортные карты нового образца. Забили вход в домики соломы и отправились в долгую спячку. Как в самарском зоопарке переживают морозы и что делают для животных в период холодов. Увидеть мир в новом свете. В Самаре представили программу, которая помогает детям с серьезными нарушениями зрения. Вопрос о внесении изменений в решение Думы городского округа Самары от 2013 года, об утверждении стратегии комплексного развития Самары до 2025 года, рассмотрели сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самары. Для чего потребовались изменения и каких сфер они коснутся в нашем сюжете. Новое время требует новых решений. Стратегия комплексного развития Самары была принята в 2013 году. С тех пор в России были запущены национальные проекты, изменилась социально-экономическая ситуация. Все это должно найти отражение в планах развития Самары на ближайшие годы. Поэтому сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике Думы городского округа Самары обсудили внесение изменений в стратегию комплексного развития города до 2025 года. Дополнительно за этот период были приняты главы государства в утверждении национальные проекты, которые как раз и лежат в основе стратегических целей. Дополнительно те вызовы, которые сегодня получили мы, как наша сторона в целом, требуют определенной корректировки. За время действия стратегии в Самаре реализованы крупные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство, образование, культуры и спорта. Генеральная цель развития городского округа Самары – стать одним из городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизненаселения, разнообразию и комфортности городской среды. Стратегические цели на ближайшие годы – развитие человеческого потенциала, повышение уровня жизни населения, развитие гражданского общества. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События. Стратегию развития Самары рассмотрели и утвердили на заседании городской думы с участием главы города Елены Лапушкиной. Также депутаты приняли проект бюджета на 2023 год. Приоритетной задачей бюджетной политики остается обеспечение надежной социальной защиты самарцев. На заседании побывала Светлана Кудрявцева. Бюджет Самары на 2023 и плановый период 2024-2025 годов сохранит свою социальную направленность. Документ рассмотрели и приняли депутаты городской думы на очередном заседании при участии главы города Елены Лапушкиной. В главный финансовый документ заложено софинансирование нацпроектов, федеральных и региональных программ, проектов по строительству и ремонту образовательных, спортивных учреждений, дорожной и коммунальной инфраструктуры. 50% у нас направлено на социальную политику. Конечно, для нас приоритетными задачами остается и выплата заработной платы, выплата социальных пособий. Несмотря на все сложности, с которыми мы с вами столкнулись, в следующем году мы продолжим работу по расселению людей из аварийного фонда в рамках национального проекта. Вы сами слышали, какие беспрецедентные суммы нам выделяются. И заложено наше софинансирование очень серьезное. Хочу в вашем присутствии поблагодарить, конечно, нашего губернатора за то, что такие средства нам перечисляются. Мы с вами продолжаем строить детские сады, так, например, в промышленном районе на 240 мест. При поддержке правительства Самарской области в следующем году закупается 12 односекционных вагонов для нашего предприятия ТТУ. В следующем году продолжится ремонт школьных столовых, сохранятся темпы расселения из аварийного жилья. Продолжится благоустройство парков «Молодежные», «Воронежские озера» и «Ерикпарка». Обновится сквер «Самарец». Продолжится строительство новых дорог, обновление городских магистралей, ремонт и строительство тротуаров. Мы говорим не о гипотетических планах, что вот когда-нибудь, наверное, будет, да, так сказать, сегодня мы видим изменения в уличной дорожной сети, да, так сказать, беспрецедентные меры за эти годы. У нас развязки появились в городе, да, так сказать, сначала на Московском шоссе, сегодня на улице Новосадовой, да, так сказать, дальше. За какие сроки это было построено, вот, дальше перспективы развития улицы 22 пара съезда, значит, начало Карла Маркса, да, так сказать, и многое другое. Дальше. Это комплексный подход к застройке. На плановый период ближайших лет бюджет приняли бездефицитным. Параметры бюджета на следующий год за счет собственных средств выше, чем стартовые показатели текущего года на 1 миллиард 80 миллионов рублей. Главным показателем бюджета наступающего года я считаю то, что по сравнению с первоначальным планом бюджета на 2022 год у нас есть прирост, прирост составляет более миллиарда рублей, в процентном выражении порядка 6%, что свидетельствует о том, что, несмотря на все те процессы, которые происходят в экономике нашего государства, доходная часть бюджета, причем я хочу заострить внимание, что это собственные доходы бюджета без учета средств вышестоящих бюджетов, которые мы, безусловно, в течение года еще получим, собственные доходы и расходы бюджета приросли более чем на 6%. Это очень отрадная ситуация. Бюджет предусматривает средства для стабильной работы всех сфер городского хозяйства и соответствует скорректированной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Ее рассмотрели и утвердили на заседании Думы. До этого документ одобрили на заседании Стратегического совета. Напомним, стратегию утвердили в 2013 году, но в связи с изменившимися условиями и нормативно-правовой базой документ скорректировали и внесли актуальные изменения. Однако основными принципами, как и прежде, остались открытый диалог с людьми, опыт специалистов, инновационные идеи и опора на национальные проекты. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самарском Доме профсоюзов прошла презентация нового лимитированного дизайна транспортных карт для школьников и студентов. Их разработали на основе рисунков, которые юные самарцы прислали на специальный конкурс. Жюри рассмотрело более 50 работ. Когда можно приобрести новые карты, расскажем в нашем сюжете. Рисунок студентки Самарского государственного колледжа Ольги Беляевой в скором времени можно будет увидеть у многих студентов города. Именно она стала победителем конкурса на дизайн новой транспортной карты для студентов. И теперь изображение знаменитой ракеты призвано направлять молодых людей к новым свершениям. Это очень здорово, я рада. Может даже из моего колледжа кто-то будет пользоваться. На конкурс, который запустили в октябре, прислали более 50 работ. Авторами стали школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурсная комиссия выбрала самых лучших. Это было сложно, потому что было очень много работ интересных, ярких. Выбрали лучших. И вот сегодня мы уже изготовили дизайн транспортной карты школьной и студента. Конкурс провели городской департамент транспорта, областной профсоюз работников жизнеобеспечения и единый оператор объединенной транспортной карты. Это тот запрос, который к нам от пассажиров приходил и наша соответственно его реализация. Поэтому, еще раз говорю, это крайне важно. Это говорит о том, что мы слышим наших пассажиров. И, естественно, мы будем стараться и впредь подобные мероприятия хорошие проводить. Это является примером хорошего социального партнерства. В каждом транспортном предприятии, которое здесь участвовали, существует профсоюзная организация, которая была инициатором продвижения такой вот этой идеи. Новые карты поступят в продажу в понедельник. Приобрести их можно будет у регионального оператора транспортной карты и в почтовых отделениях города. Всего выпущено тысячи карт. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована, а в его основании занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. С прошлой недели на участке ведется армирование вибро- и шумозащитной плиты. В дальнейшем продолжится следующий этап бетонирования. Все это связано с устройством разгрузочной плиты толщиной больше метра. На нее смонтируют ложи под тоннелепроходческий щит, поверх которого предусмотрен монтаж рамоупора, с которой щит будет отталкиваться и двигаться в направлении станции Алабинская. Напомню, в начале прошлой недели открыли движение в районе улиц Полевая и Новосадовая. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, по одной свободной полосе смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Кроме того, в этой зоне метростроя специалисты готовятся к следующему этапу частичного открытия движения транспорта по улицам Полевая и Самарская. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка, прежде всего временное благоустройство проезжей части дорог. Все процессы, связанные с возведением станции Театральная, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция Театральная свяжет удаленные районы Самары, в том числе безымянку и юнгородок с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Все мы обременены пробками, трудным доступом до определенных мест. Это абсолютно нормально, тем более в таком крупном городе. И метро – это то самое спасение, тот самый вид транспортировки, который так необходим, я думаю, всем абсолютно. Дешевый, быстрый, подземный, классный. Но тут можно бесконечно перечислять плюсы. А самое главное, интересно, что начали затрагивать вот эту старую часть города, что новая станция метро – это площадь Кубышева, это эпицентр всего. Кто, пожалуйста, сел на метро, за несколько минут, там, до 10-15 доехал, ты уже на родной площади. Поэтому, думаю, развитие метро – это однозначный плюс, а то, что именно еще и станция у нас появляется в исторической старой части города – это просто небуфалая радость. Увидеть мир в новом свете. Всероссийская программа здорового зрения «Аселор Кризал» – четкий взгляд на мир прошла в Самаре уже в третий раз. О том, как программа помогает детям с серьезными нарушениями зрения, расскажет Александра Гусева. Программа здорового зрения помогает детям с серьезными нарушениями зрения по всей России. Благотворительная программа была создана по инициативе компании «Аселор Луисоптика» в 2017 году. Помощь получили уже более полутора тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей в 35 городах России. Для нас эта программа важна, потому что мы стараемся помочь тем, кто в этом действительно нуждается. Это особенно дети, которые не могут сами прийти в оптику, они не могут купить себе очки. Привлечь внимание россиян к проблемам нарушения зрения – одна из основных целей акции. Необходимо помнить о важности гигиены зрения и проходить профилактические осмотры. В Самаре акция проходит уже в третий раз. Сегодня в ней приняли участие 30 ребят, подопечных Самарского благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, «Источник веры». Конечно, очень важно и взрослым, и детям заботиться о своем зрении, регулярно его проверять. И, к большому сожалению, нарушение зрения – это практически постоянный спутник деток с ограниченными возможностями здоровья. Мы были очень рады, что сегодня в Самаре мы помогли именно таким деткам. Партнером программы «Здорового зрения в Самаре» выступила первая «Самарская оптика». Участникам акции проверили зрение и изготовили качественные очки с современными линзами из Силор. Каждый ребенок совместно с родителями мог выбрать оправу на свой вкус и цвет, чтобы очки не только приносили пользу, но и радовали глаз. Мы уверены в том, что правильная коррекция для детей – это залог правильного развития, это залог полноценного познания мира, это залог хорошей учебы. И я, пользуясь случаем, хотела бы обратиться прежде всего к родителям. Проверять зрение необходимо раз в год. А если у ребенка уже выявлены какие-то нарушения в зрении, то раз в полгода. Вместе с новыми очками дети получили в подарок нового друга. Игрушка по имени Доброгласка – символ акции. В прессе будет напоминать о необходимости своевременно проверять зрение и беречь свое здоровье. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Подрядная организация, занимающаяся отловом бездомных животных, подвела итоги работы за 2022 год. С апреля специалисты забрали с улиц Самары более двух тысяч животных, стерилизовали их, вакцинировали и чипировали. Подробности у Светланы Тимофеевой. В конференц-зале собрались люди разного возраста. Их объединили не только любовь к животным, но и желание помочь бездомным четвероногим, которые попали в беду. Подрядная организация по отлову безнадзорных собак подвели итоги работы в 2022 году. С апреля месяца специалисты убрали с улиц города более двух тысяч животных, стерилизовали, оказали им медицинскую помощь и чипировали. Собак, которые не проявляли агрессии, выпустили обратно. Очевидный результат есть, и департамент в том числе отмечает. Мы получили в этом году первые благодарственные письма от администрации районов, в том числе от жителей, которые благодарят нас за проделанную работу. Жительница Самары Мария Аксенова – одна из тех, кто не пройдет мимо бездомного животного, которому требуется помощь. Несколько дней назад она услышала жалобный писк, который раздавался как будто из-под земли. Маленькая труба, в которую забрались два щенка и застряли. Мороз на улице был сильный. Щенки залезли туда в глубину где-то метра три точно в землю. Туда из земля каменная, там ничего не сделаешь, никак не вытащишься, потому что сверху еще мешали теплоизоляция. Девушка позвонила в подрядную организацию, которая сразу же выслала бригаду. Ребята смогли спасти щенков, и теперь они находятся на реабилитации. В этом году организация по результатам торгов получила участок земли в Волжском районе. К 2025 году там планируют построить областной реабилитационный центр полного цикла. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В Самарском зоопарке готовы пережить холода. Птицы животных, которые на воле живут в теплых краях, перевели в комфортные условия. У тех, кто привык к дикой природе и суровым зимам поменялся рацион питания. Как сейчас живут обитатели зоопарка, узнала Светлана Тимофеева. В Самарском зоопарке опустили некоторые уличные вольеры. С наступлением холодов часть зверей и птиц перевели в теплое помещение. На павлинов, фазанов и розового пеликана теперь можно посмотреть в специальном ангаре. А вот голуби, волки, лисицы зимой чувствуют себя комфортно и на улице. В основном это те виды, которые обитают в таких условиях, какие у нас в Самарской области или сходных с этими условиями. Ну, например, это такие хищники, как волки или лисицы. Это такие птицы, как хищные птицы. Некоторые курообразные, те же голуби. Большинство копытных, например, это козы или ослы, это верблюд. Остались зимовать на улице тигр и лев. У царя животных в домике стоит обогреватель. Когда наступают сильные морозы, он находится там и выбирается только для того, чтобы поесть. Часто спрашивают про льва, как же льву, все-таки это африканский хищник или индийский. Когда-то ареал льва был достаточно обширен, можно представить себе участок между Африкой и Индией. Ну и лев, если не до Самарской области доходил, то достаточно высоко. Все-таки поднимался на Кавказе или в районе Каспийского моря льва можно было встретиться. Там тоже достаточно суровые зимы, то есть, в принципе, этот хищник адаптирован к таким условиям. С наступлением зимы у обитателей зоопарка поменялся и режим питания. Еду и воду им дают гораздо чаще. Те животные, которые остаются на улице, у них рацион увеличивается. Им, соответственно, дают больше мяса, больше, так скажем, живых кормов, те же кролики увеличиваются. По кормежке это основное. Ну и вода, естественно, пока снег не выпадет, вода часто меняется, потому что промерзает. Полюбоваться обитателями зоопарка можно и зимой. Правда, из-за того, что в Самаре пока нет снега, а морозы уже ударили. Еноты-полоскуны вход в домики забили соломы и спрятались. Выходят лишь на время. А вот сурки еще в конце сентября отправились в долгую спячку. И будить их не планируют. Даже на день сурка, который отметят в мире 2 февраля. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События. Фестиваль спорта прошел в школе Олимпийского резерва номер 11. Одно из старейших спортивных учреждений города отметило юбилей. 50 лет назад на ее базе начали работать первые спортивные секции. О достижениях школы репортаж наших корреспондентов. Мастерство японского сумо в 11-й школе Олимпийского резерва демонстрирует мастер спорта Артем Пуляшкин. Буквально пару недель назад он стал вторым на международном турнире Кубок Содружества. В прошлом спортсмен профессионально занимался дзюдо, но когда решил стать сумоистом, о смене дисциплины родственникам и друзьям рассказал не сразу. Честно скажу, я вначале даже стеснялся в школе, когда бывал, не рассказывал никому. Ну, потому что у меня у самого были стереотипы, сумо это толстый. А сейчас я наоборот везде хожу, говорю и пытаюсь людям объяснить, что сумо это не как у нас в Японии, что толстый, что это такая же разновидность борьбы, где куча всяких бросков, плюс еще и толчки, удары в лицо, зрелищные и краткосрочные поединки у нас. 11-я школа Олимпийского резерва празднует юбилей. 50 лет со дня основания. Начинали с лыжных гонок и футбола. Сегодня здесь можно заниматься шестью видами спорта, в том числе и борьбой. Для желающих есть несколько ее разновидностей, включая самбо. Вот эти вот победы, то, что там на международном уровне у нас, вот там два победителя Европы по самбо, то есть это верхушка айсберга, то есть это просто не видно вот эту вот работу, когда-то шести-семилетние ребята, там с ними занимаешься, то есть выходят же единицы. Вот поэтому, как говорится, показатель вот этот вот, это показатель работы всей школы. То есть начиная, грубо говоря, там от простого тренера для директора. Директор школы Олимпийского резерва Екатерина Чуйкова сама в прошлом ученица спортшколы. Занималась лыжными гонками. Сейчас наблюдают за тем, как из маленьких талантливых ребят вырастают настоящие спортсмены олимпийского уровня. У нас школа действительно очень сильная, у нас участники олимпийских игр, у нас призеры кубков России, чемпионатов Европы и так далее. То есть у нас ребята показывают действительно хорошие результаты, которыми мы, конечно же, гордимся. Воспитать спортсмена – это общий труд тренера, спортсмена, родителей, конечно же, школы. Без поддержки школы, конечно, это сложно сделать. На вершину спортивного мастерства поднимаются сильнейшие. За полвека школа Олимпийского резерва воспитала не один десяток мастеров спорта международного класса. Поздравить выдающихся спортсменов и тренеров приехал руководитель городского департамента спорта Дмитрий Чеканов. Для города спорт в принципе важен. И те учреждения, которые его культируют, которые развивают, они особенно нужны и важны. Школа развивается, растет. И самое главное, что она дает большой, хороший показатель результативности, что большое количество наших воспитанников занимает призовые места не только на всероссийских турнирах, в том числе и участвует в Олимпиаде. Трудолюбие, дисциплина и ответственность – основы успеха, на которых держится слава школы Олимпийского резерва номер 11. В учебном заведении уверены, следующие полвека будут такими же незабываемыми и спортивно выдающимися. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Спортивные клубы Самарской области продолжают борьбу в своих национальных чемпионатах. Волейболисты новую уступили Енисею, а гандбольные и хоккейные лады синхронно одержали победы. Подробности в рубрике «Новости спорта». Волейболисты «Новы» проиграли еще один пятисетовый матч в Суперлиге, уже третий раз в сезоне. Дома новокуйбышевцы не смогли одолеть Красноярский Енисей. Началась игра в равной борьбе, обе команды старались действовать с минимальным количеством ошибок. Затем хозяева вышли вперед, но в концовке партии гости отыгрались и смогли получить небольшой перевес – 25-27. Далее волейболисты «Новы» провели игру более собранно – 25-18 и 25-22. Подряд две успешные партии. В четвертом сете на площадке продолжилась борьба двух равных команд. Упорная игра шла до середины партии. На этот раз уже волжане не смогли удержаться на высоком уровне и уступили – 19-25. В укороченной партии все решилось в концовке. Точнее действовали гости. 12-15, «Новы» уступает 2-3 по сетам и продолжает занимать предпоследнее место. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» в домашнем матче чемпионата ВХЛ одолели пермский молот. Счет в игре на заключительной минуте первого периода открыли гости, реализовав численное преимущество. Чтобы отыграться, тольяттинцы потратили весь второй игровой отрезок. Лишь за секунду до сирены на перерыв Иван Романов сравнял счет. В третьем периоде забивали только хозяева льда. Николай Глухов вывел автозаводчан вперед, а на 57-й минуте Аким Тришин забил свой первый гол за клуб и укрепил преимущество тольяттинцев. Волевая победа «Лады» 3-1, команда среди лидеров чемпионата в турнирной таблице. Гандболистки тольяттинской «Лады» переиграли дома «Звенигородскую звезду» одного из прямых конкурентов. В начале встречи гости вышли вперед, но хозяйки паркета быстро прибрали инициативу к своим рукам. И после счета 4-5 лидерство в матче больше не выпускали из своих рук. После перерыва преимущество «Лады» достигло 8 очков, но гости сдаваться не собирались и продолжали борьбу. Но сократить разницу до минимума так и не удалось. 38-31 победа «Лады», которая занимает четвертое место в турнирной таблице. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы. Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести» с Дворянской. В этом году новогодние праздники в регионе пройдут без широких массовых гуляний и концертов. Акцент смещен на детские, спортивные и культурные мероприятия. Ледовое покрытие порадует высоким качеством скольжения. Заливка катка будет осуществляться ежедневно. Локацию украсит яркая подсветка. 110 светодиодных прожекторов, установленных по низу ограждения, а 12 световых опор придадут процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу. Каток будет работать всю зиму ежедневно с 11 до 23 часов. В новогоднюю ночь круглосуточно. Вход свободный. Пройти диспансеризацию приглашают в телеграм-канале Советского района. Основная ее цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для трудоустроенных граждан предусмотрена работа поликлиника в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут пройти диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно и дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Заседание Общественного совета по делам инвалидов состоялось в администрации городского округа Самара. Его провела председатель Инна Бариль. Информирует телеграм-канале Департамента опеки по печательству и социальной поддержке. Участники обсудили отчет о деятельности Общественного совета за текущий год, рассмотрели проблемные вопросы перевозки инвалидов в общественном транспорте, обеспечение льготных категорий граждан средствами реабилитации, взаимодействие с Департаментом физической культуры и спорта по вопросам работы с инвалидами, а также утвердили план работы на 2023 год. Федеральная налоговая служба проводит день открытых дверей для налогоплательщиков, говорится в телеграм-канале промышленного района. Он пройдет 15 декабря в четверг с 9 до 20 часов. Мероприятие состоится во всех налоговых инспекциях Федеральной налоговой службы России. В рамках дня открытых дверей желающие смогут узнать, что такое единый налоговый счет и какие у него преимущества, какие изменения ожидаются с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков, как изменится порядок и сроки уплаты обязательных платежей, как будут учитываться и распределяться обязательные платежи и как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok